Наверное, все у нас собрались уже. Уважаемые члены экспертного совета, дорогие участники наших чтений, вот наш праздник, наше чтение подходит к концу. И сейчас у нас завершение наших чтений, которые называем официально подведение итогов. Ну, я прошу слово сказать с Татьяной Александровной, к научному руководителю наших чтений, которые расскажут нам, что и чего мы сегодня и вчера поработали. Я хочу сказать вам всем большое спасибо, прежде всего. Потому что это было очень интересно. Это было очень интересно благодаря каждому из вас. И действительно, абсолютно все доклады, так или иначе, нас заставляли думать в тех или иных ракурсах, о которых, может быть, мы даже вообще никогда не думали, никогда не смотрели на произведения. Даже то, что казалось неправильным или еще каким-то, оно всегда было тем, что вызывало на размышления. То есть любое то, что даже ощущается с первого толчка, как неправильное, это на самом деле такая заноза, которая вызывает к тому, чтобы об этом подумать. Что-то новое тем самым вводится, входит в нашу жизнь. Это ощущение неправильности, это же на самом деле еще ощущение нового. Поэтому и там, где то, что вы говорили, вызывало согласие, восхищение, и там, где оно вызывало возмущение, наоборот, это каждый раз было и то, и другое было очень полезно и питательно, я бы сказала, питательно для духовного возрастания нашего. И еще даже неизвестно, что питательнее нас. То есть вот эта вот идея неслиянности и нераздельности, как бы нераздельность более или менее понятна, но тогда непонятно, зачем остается вот эта неслиянность. А неслиянность, это ведь именно то особое, что может вызывать и отторжение, по-первых, приближение к нам, потому что это не наше. А с другой стороны, только в этом, не наше, мы можем узнать настоящее свое. То есть наше чтение совсем не стремятся к единомыслию. Наоборот, именно в том, что мы все мыслим по-разному и в том, что мы пытаемся понять каждого с его точкой зрения, с его мыслями, наверное, есть наше самое большое достоинство, которое мы никак не должны бы потерять и утратить. И действительно, это было очень интересное для меня лично, просто очень интересное чтение. И я, во-первых, хочу сказать еще спасибо тем людям, благодаря которым тоже мне удалось их провести. Я даже сейчас не говорю о музее, я не говорю об экспертном совете, я говорю о комитете гражданских инициатив, потому что вы знаете, что мы должны перенести срок чтения, потому что денег не было с начала момента. И вот в последний момент буквально они появились. И комитет гражданских инициатив, изглавляемый Кудриным, да, он сделал возможным вот это наше совместное двухдневное здесь пребывание. Иначе вы понимаете, что пришлось приезжать кому-то одним днем и так далее. То есть это люди, которые помогают нам создавать вот это совместное присутствие. Вот. И сохранять вот эту возможность собеседования, потому что вы же понимаете, да, что самое ценное не в том, что мы выходим по очереди, читаем свои доклады. Самое ценное в том, что на основном каждого доклада и дальше, то есть каждого текста вашего, каждого текста Достоевского, рождается вот этот вот разговор, вот этот вот диалог, нескончаемый. Вот. То есть главное, для чего мы сюда приезжаем, это для вот этого совбеседования. Собственно, слово конференция именно это и обозначает, да? Совбеседование. И, как всегда, мы называем тех, кому их собственное слово в этот раз удалось сказать лучше всего, кто как бы лучше всего выражает то, что здесь произошло. Те, кто будет нас представлять на международных государственских членах в этом году, те, кто, я еще раз подчеркиваю, что это не наши победители. Потому что, да, мне это очень нравится, это слово победители, который употребляется на разных олимпиадах, конференциях, там, и что-то прочее. Потому что кого они, собственно, победили. Это, оказывается, не наши победители, а не наш передовой отряд. Это те люди, которые, так сказать, принимают на себя первый удар внешнего мира. И очень часто этот удар довольно жестокий. Потому что прочего, кто часто уже знает, что это бывает по-разному. И жестокость, это в разных тоже формах выражается. Вот. То есть это те, кто с нашей точки зрения наиболее готов принять на себя вот этот первый удар. Потому что избранничество, да, избранничество, это всегда, не только в христианской традиции, в традиции Ветхого Завета, это всегда избрание на страдания. Христос избранник, на что избранник, на крестную смерть. Лария избранница, да, на что избранница. Ее вообще камнями должны избранить. А мы сами шагом отходим. Вот на что избирают. Избирают на ту самую вольную самоотдачу, которую, вот если бы мы научились, то тогда мы и пропустили. Царствие Небесное. Которое нам сегодня так жестко сказали, что не пропустим. Но мы все-таки будем пытаться, да. И вот, кто эти люди. Значит, это Павлова Софья Старая Русса. Я напоминаю название докладов «Пространство иврина в повести Достоевского хозяйка». Это Алиса Денисова «Великий Новгород». Функции угла в повести Достоевского хозяйка. Это Диана Андреева «Холм. Хозяйка Достоевского, как петербургская сказка». Это Мария Шерварлы «Философия владычества в повести Достоевского хозяйка». И это Николай Куц «Белые ночи», книга «До юношеств». Вот, а всех остальных мы ждем в следующем году, в апреле, здесь, а может быть еще и раньше, да. Потому что в Новгороде мы проводим осенний, традиционно осенний, или, получается, зимний, ну, как наше апрельское чтение, иногда становится майский, да. Ну, вот, семинар. И там мы будем, значит, я повторяю, да, центром нашей работы в следующем году становится роман, первый роман Достоевского «Ведные люди». Спасибо всем. Несколько поклонок.